Дворцы детского творчества Далее пионеры разошлись по пяти станциям. Осенний слет пионеров – это всегда планирование работы на ближайший учебный год. Ребята определяли, какие мероприятия будут проходить в Сарове. В следующем году исполнится 80 лет победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также будет отмечаться столетие пионерского лагеря «Артек». На станции «Памятные даты» дети разрабатывали идеи для большого городского проекта, который будет посвящен одной из юбилейных тем. После дискуссии капитан каждой команды представлял коллективную идею. Здесь и проведение школьной благотворительной ярмарки для помощи бойцам СВО, и поход в гости к ветерану, и постановка спектакля о войне. Также было предложено провести викторину на знание истории Великой Отечественной войны. У нас будет квиз. Мы будем проводить его для школьников 5-6 классов. На фестивале школьных медиа-центров ребята выбирали тему, которую они будут освещать в цикле новостей в течение всего учебного года. По итогам открытого голосования было решено чередовать темы и писать о разном. Данная станция называется «Созвездие творцов». И здесь ребята со всех школ, со всех дружин нашего города рассказывают о КТД, коллективно-творческих делах. Делятся друг с другом, намечают планы, рассказывают в принципе суть каждого коллективно-творческого дела, и приглашают к себе в гости, к себе в свою школу, другие дружины. Например, КТД «Весенняя поэзия» соберет ребят, которые будут декламировать стихи о весне. А Детская палата «Галактика» утвердила состав на новый учебный год. Я сегодня вела станцию «Галактика». Там ребята узнали, что такое «Галактика» как орган самоуправления ученического. Мы познакомились с ребятами-новичками, где они рассказали о том, чему хотят научиться, чему могли бы научить. И продумали наше ключевое коллективно-творческое дело на этот год. В центре детского внимания по-прежнему остается «Движение первых». Ребята познакомились с флагманскими проектами движения и определили свое участие в них на этот учебный год. Наша задача слета, чтобы дети, обсудив в дружинах школьных свои предложения, выдвинули их на городском слете. То есть они уже идут подготовленными с идеями, которые дружина их предложила на школьном совете. Союз детских организаций «Сияющие звезды» для меня это что-то настолько родное, так как я здесь уже очень много лет. Здесь прекрасные люди, здесь законы пионерии, здесь все ее символы, атрибуты. Для меня это очень ценно и важно. Для записи в пионерскую дружину обращайтесь к старшей вожатой вашей школы или к советнику директора по воспитательной работе. Вас пригласят на сбор в назначенное время и место. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.